А-а-а! Там что-то плавало! Буду-ка я ждать чистую водичку. Теперь я искупаюсь, только в следующий раз, когда будет чисто. Я даже заходить мерить температуру не смогу. Я настолько бездливая. Всем привет, ребят! Выбралась всё-таки сегодня искупаться. Это дикий пляж. Пляж Тартуга. Ну, кто говорит, что пляж Тартуга чуть дальше. Ну, вот я выехала туда, где можно проехать на машине. Уже недавно ролик снимала. Посмотрите. Прошёл дождь, и здесь появилась зелень. Прямо на барханах. Ну, мини-барханах всё-таки мне казалось, что они должны быть повыше в этом месте. Может быть, развезли, расчистили. И я вам хочу сказать, сегодня здесь жизни побольше, чем в прошлый раз. Намного больше машин. Ну, не сказать, что прям сильно много, но машин хватает. И вот прошёл уже дождь сегодня, все вы знаете. Да и сейчас погода, видите, только начала распогаживаться. Достаточно тепло. Море, я так поняла, сегодня будет градус 23-24. Это хорошо. Я люблю такую тёплую водичку. И я не люблю, когда она сильно холодная. Не люблю, когда она уже теплее 25-ти. То есть, самая-самая классная вода сейчас, мне кажется, будет. Вижу уже людей купающихся. Это отлично. Значит, я тоже скупаюсь вместе с ними. Предложила Юре поехать вместе покупаться. Но он устал, сказал, что будет отдыхать. Ну, кстати, по поводу Юры поговорили мы всё-таки вчера. Долго разговаривали. Тут ещё совпало с тем, что ему плохо было под вечер. Так что, короче, ещё такой разговор был сквозь какую-то физическую боль. Но надо было поговорить, потому что мне уже прям реально было нехорошо. Не очень было душевно. Нужно было обсудить. Знаете, я запах чувствую вот этой вот водоросли. Кстати, мы, знаете, на чём порешали. Так как я, говорю, понимаю, что я как жена ничего об своих естественного не просила, не требовала. В общем, договорились над том, что теперь он не будет заходить к Гавану маму. По крайней мере, если я буду с ним рядом. Он сначала не хотел это принимать. Потом, когда я говорю, ну, раз компромисса не получится, значит не получится. Я говорю, так и на этом останемся. Но, возможно, что-то тогда дрогнуло. И он всё-таки меня услышал. Самое главное, понял. И вроде как договорились. Так что сегодня вечером ещё вы меня увидите на параллии. Вместе в этом корги привели. Собачку корги. На море. Я не знаю, чистое море или нет. Но вроде кажется, что чистое. Хотя запах был травы прям какой-то в водорослях. Сейчас я разденусь. И мы потом с вами поплаваем наконец-то. А, да. Реально, она не такая ледяная, как в прошлые разы. Но по сравнению, конечно, с сушей кажется, что прохладно. Здесь я вытащила градусник из сумки. У моей сумки 30 градусов. Но это недостоверная информация, как мне кажется. Потому что всё-таки пасмурно. Водичка хоть и не с камкой, но она немножко мутноватая. Вот видите. То есть прям нечистая. Ну ладно. Муж говорил, что вода мутная немножко. О, я уже, знаете, по пояс зашла. Здесь же глубоко на диком пляже. Это не как у нас в Джимите Витязева, когда ты полкилометра идушь. У тебя много мелководья. Здесь как-то сразу прохладно. Ой-ой-ой. Слушайте, это прям непривычно. Так давно не купалась, что кажется, вода холодная. На самом деле 24 градуса. Где-то должно быть градуса. Сейчас мы сполосим нашу рыбку. Поплаваем. О, холодно. Нет, надо окунаться. Потому что иначе мне так прям будет холодно-холодно. Смотрите, на пляже, в принципе-то, и немного людей. Вообще мало. Но сегодня, я так понимаю, на всех пляжах как-то немного людей. Видите, смельчаки, конечно, купаются. Там вообще, мне кажется, в Благовещенской сейчас светлее, чем у нас здесь. Но здесь какой-то вообще фронт, вы видите. Там в море светло, а здесь как-то еще пасмурно. Особенно вот в этой части. Кстати, проехала я мимо гостиниц, которые сносили их уже. Ну, наверное, процентов на 90-80 снесли. К сожалению, даже уже окон нет. Блин, здесь это, здесь кладофора уже перегнившая. А, какая бяка. Она прям светло-коричневая цвета. Раньше зелененькая была, поэтому и вода такая, как эта коричневатая оттенка. А, кладофора. Здесь кладофора. Фу-фу-фу. А, холодно. Слушайте, прям холодно. Я не знаю. Брр. Я хочу поплавать. В принципе, люди-то там плавают, им нормальная водичка. Надо просто окунаться, а я еще как всегда не могу решиться. Так, надо решаться, да? Да? Надо решаться. Ты что, ты пришла на море и не купай. Здесь опять небольшая отмель. Опять по пояс. И вот водичка, когда до живота доходит, прям так холодно-холодно становится. Надо где-то здесь присаживаться. То есть собачек много на пляже. И диких в том числе, и не диких. Кто-то спрашивал, куда можно выехать на пляже с собакой. Вот сюда приезжайте. В принципе, здесь не так много людей. Возмущаться не буду. Там, смотрите, беседка. Я только что ее увидела. Прикольно. Стоит прямо на берегу практически море. Так, ладно, давайте окунаться. Мне кажется, что просто тепло. А я так, это, ежусь. Здесь вода почище стала, да? Вот чем дальше я отхожу от берега, тем вода чище. Ледяная. Ну, кажется, что ледяная. Нет, на самом деле не ледяная. Вот ледяная была тогда, когда я сюда приехала вот недавно. Когда везде похолодало за один день вода. Сейчас нормальная вода. Просто я не могу никак привыкнуть, что надо окунаться. Так, ладно. Вот там как раз волна, волна, волна идет. Ну, вы знаете, так освежает. Свежает. Прям освежает водичка. Надо туда-то идти, чтобы прям полностью быть по плечи в воде. Свежо. Очень свежо. Чу-чу свежо. Блин, ну нет, такое море мне нравится. Я в таком море, правда, плаваю с удовольствием. И вот пасмурная погода, это прям моя любимая погода, потому что очень жарко. Вы не представите, насколько жарко. А так как я не люблю загорать, для меня вот... Вот что может быть лучше вот такого теплого моря? Ну, а она реально теплая. То есть я вот сейчас окунулась, мне кажется, что оно прям такое прям комфортное-комфортное. Вот именно таким должно быть море, чтобы оно и освежало, да, вот по жаре, и при этом, чтобы не холодно было. То есть здесь две крайности. Я всё, знаете, мечтаю вот в этих краях увидеть дельфина. Ну, так, конечно, знаете, маловероятно. Но у меня надежда-то не теряется, потому что все люди на диких пляжах каким-то образом дельфинов видят, а я не вижу. Хотя, когда я приезжала сюда в 17-м году, нет, в 16-м ещё году, когда я в Геленджике отдыхала, и мы ездили на любые пляжи, кроме Геленджика, потому что там купаться было невозможно. И мы ездили и в Туапсинский район, и в Анапский район ездили, и в Дюрсо, ну, в общем, короче, в Новороссийский район даже, видите, выбирались, лишь бы не купаться в Геленджике. Вот кто знал, да, что там красивая набережная, но непригодная для купания моря. Ну, мне не понравилось. Бухта, она и в Африке бухта, я и в Анапе в бухте не купаюсь. Хотя на вкус и цвет, да, все фломастеры разные. Я по максимуму захожу по пояс, замеряю температуру, и как бы все. Купаться у меня там никогда не было ни желания, ни каких-то эмоций от этого пляжа. Ой, кайф, конечно, кайф. И вот в 16-м году я увидела здесь впервые дельфинов, вот прям вот, прям рядом. То есть они на диких пляжах прям подплывали. Я помню, что я, во-первых, кайфовала от песчаного пляжа. Мы же-то все время, ой, тут прям грязь какая-то, все время ездили, вот когда у нас Крым закрыли, мы все время начали ездить там на галечные пляжи, вот тот же Келенджик, та же, то же Лоо, да, вот, которая. В 15-м году мы приезжали в Анапу, но я же говорю, что мы селились в городе и ездили. Я ездила на высокий берег, да, вот это где галечный пляж, а мама ходила на центральный песчаный пляж. У нас с ней разные были похождения, потому что я не могла заходить в эту канку, сейчас-то я уже знаю ее название, и мне не нравилось то, что там мелководье, все-таки мне уже на тот момент было лет 19-20, скорее всего, даже 20 лет было, и поэтому для меня вот заходить в мелководье было крайне неприятно. Но потом я оценила Витязева, представляете, вот мне хозяйка гостевого дома, в котором мы арендовали, на Тургенево, сейчас адрес не подскажу, но вот прям хочется рассказать об этой женщине. Она мне сказала, что у нас только в Анапе пляжи, что лучшие пляжи в Анапе, чтобы мы специально не поехали в Витязево и в Джамите, я тогда даже этих названий не знала, а сейчас я понимаю, какая же она была стерва. Вот прям настолько стерва, что прям даже нет слов. Вот нельзя было сказать, да, что есть пляжи Пионерского проспекта, что в Анапе, конечно, город, все красиво и интересно, но вот лучшие пляжи все-таки в Витязево и Джамите. Вот не могла она, да, сказать? Не сказала. И вот сейчас я ей не могу этого простить, потому что вот если бы она раньше мне об этом сказала, я бы и в Сочи, в Геленджик, я бы никуда, в принципе, не поехала. А зачем? Если бы я тут такие шикарные пляжи нашла, посмотрите, какие они огромные, широченные и, можно сказать, хоть и дикие, но зато места хватит всем, и, блин, тут классно купаться, реально классно купаться, и это вообще большой-большой плюс этого места, и вообще в Витязево и Джамите здесь широкие пляжи, но в Джамите немножко меньше, поэтому все-таки я Витязево больше люблю из-за пляжа именно, из-за моря. Вот, город, конечно, это и в Африке город, это, конечно, жизнь какая-то и вне сезона, но все-таки для лета пляжи Витязево для меня one love. Даже если где-то грязно, ну, блин, везде бывает грязно, можно найти чистое море, ну, смотрите, здесь вообще прозрачная водичка, я даже дно вижу, и даже свои ноги в воде, и вы, наверное, видите, да, чисто, а вот там вот уже, конечно, возле берега, да, вот эта вот кладофора, она попадается под ноги, если честно, неприятно. В общем, да, у нас же рыбка плавает, плавает, я же забыла вам ее показать, ну, слушайте, у меня на градуснике, она показывает 25 градусов, ну, вот, как-то так, в принципе, может быть, она вот и прогрелась как-то, но вот сколько я в воде, я же ее все время в воде держу, и она уже за 8 минут-то, конечно, она уже достаточно долго побыла в воде, чтобы опустить свой градус туда, куда надо. Ну, получается, 25 градусов даже теплее, чем Юра говорил. Ну, вот. Это же детский градусник, это термометр специальный для воды, то есть, когда мамочки, например, набирают ванночки, да, просто вот говорят, у тебя термометр какой-то не точный, нет, он точный, он для воды, понимаете, вот он именно для воды. Юра, термометр, ну, он как бы, все равно ему нежелательно промокать, намокать, а этот именно прям весь погружаешь в воду, и он там как бы у тебя долго барахтается, пока температуру не прочувствует, и он, наоборот, более точный, потому что, например, для ребенка категорично, да, 32 градуса или 35, то есть это три деления маленьких, но они категоричны по ощущениям, поэтому вот мамки пользуются вот такими вот термометрами именно для водички, и я уверена, что у меня не обманывает, потому что это детский термометр. Конечно, электрика тоже точная, она быстрее замеряет, но в этом я точно не сомневаюсь, тем более положенные 5 минут в воде я с ним пробыла, поплавала, вам показала эту красоту, этот пляж, там вообще детишки рыжатся. Я теперь понимаю, почему люди не выходят, то есть один раз окунувшись, выходить не захочется. Вот, кстати, вот здесь вот опять это кладофор, там что-то плавало, я на что-то наступила случайно, то ли на рыбу, то ли фиг его знает, я на что-то наступила. Блин, неприятно, очень неприятно, надеюсь, что это было ничего такого ужасного, господи, выйти бы быстрее на берег, там что-то плавало. Ай-яй-яй-яй, какая я трусиха. Вот вы знаете, почему я не люблю вот такой берег, где не видно дна, потому что реально в этой кладофоре может прятаться все что угодно, господи, как же страшно. Я теперь просто думаю, на что я наступила. Я не понимаю, на что я могла наступить. Это прям такой дискомфорт, знаете, как на рыбу какую-то наступила, но только рыба была с размером с пятку. То есть такая крупная рыба. Я даже не знаю, что там могло быть. Пишите в комментарии, на что я могла наступить. Но это что-то, когда я наступила, оно прям моментально из-под меня уйвы нырнуло, куда-то поплыло. Жуть просто. Туда заходило ничего. Теперь я что-то боюсь мутную воду. Буду-ка я ждать чистую водичку. Теперь я искупаюсь только в следующий раз, когда будет чистая. Я даже заходить, мерить температуру не смогу. Я настолько безгливая. Ой, все, ладно. Не буду вам настроение портить. Вот такой вот прогноз температуры воды. Ой, господи, это же неприятно было. Это что-то живое. Я наступила, и прям как будто что-то скользкое из-под меня выплыло куда-то. Фу, фу-фу-фу. Ладно, всем пока-пока. У меня стресс. Мне нужно прийти в себя.